Мы находимся в гостях у очень интересного человека Александра Синельника. Он и художник, и путешественник. И я сегодня хотел бы спросить несколько вопросов. День добрый. Скажите, Александр, а вы родились где? Родились мы, так получилось, в Оксай родились. Дед был военным. И тут так получилось, что и отец самый из Украины, из Чернигово. И так получилось, что он приехал на хлебовую уборку. И так получилось, что мы там родились, а жили в Уральске. Приехали в три года, всю жизнь провели в Уральске. Скажи, Александр, а как у тебя появилось увлечение живописью? Ну, это вот с тех пор, как я себя помню, я с тех пор научился держать карандаш. С тех пор я с ним не расстаюсь, кусок бумаги, карандаш, это все, это мы неприемлемая, неотъемлемая часть жизни. А тяга к путешествиям? Тоже это уходит далеко, глубоко очень. Мы где-то лет 10 с братом стали ходить по степям, и мы 10-летние уходили, и у нас там целые миры были. Шалаши какие-то строили, проводили какие-то учения, соревнования, как-то втянулись в походную жизнь в 10 лет. Твой брат тоже художник? Мы вместе учились, да, мы учились вместе в художественную школу, заканчивали вместе, но потом он что-то как-то отошел от этого, и он стал другими делами заниматься. Но мы с Эдомодельной лабораторией вместе посещали, он как корабел, и мы вдвоем сложились, да, и он стал потом строить большие корабли, ну, реальные, а я продолжаю все мелкие модели строить, выстраивать. А большие корабли строить, то есть на них можно путешествовать? Да, он в данный момент находится сейчас плавание, Канарские острова, там, с Сибири. Я тоже там создал музей для этого корабля, до Петровской эпохи, там лодочки в этом музее расположены, ну, то есть судно 12 метров, Беломорская ладья, трех мачта, 12 метров, а внутри, в кубике, маленький музейчик, и вот он так ходит, демонстрирует людям зодчество, русское зодчество, русское северо. Первое путешествие было, наверное, скорее всего, на плотах было, мы сплавлялись на деревянных плотах, мы создали деревянные плоты и сплавлялись по Уралу. Хорошо, а за рубеж? За рубеж, 2000 год, мы на старенькой яхточке, такая была у нас старенькая, поддержанная яхточка, приобрели, и на столе было так, четверо энтузиастов, и мы пошли в Эгейское море вначале, потом вернулись в Черное море, 2000 год, помню, в октябре, попали первые шторма, попали в первые тогда, и вернулись, а потом появилась идея идти дальше, но через год буквально, мы уже там, в 2001, думаем, ну, а почему бы нет, если мы в Эгейское море дошли, пойдем, в Африку пойдем, и на этой лодке парусные пошли, дошли до Туниса, там, в Сахару отправились, по Сахаре немножко так пошебуршились, потом из Туниса мы уже отправились во Францию на этой лодке, без виз, прошли по каналам Франции, вас виз не было, там, слышно, ну, так, все на энтузиазме так было, вышли, потом в Бискальский залив, потом в Ла-Манш и в Северное море, в Балтийское море вернулись в Петербург, вот такое было первое путешествие 2001-2002 год. А вот любовь к мотоциклам, байк откуда? Это с юности, первый мотоцикл был в Минске, 15 лет, мы заработали, помню, с братом усердно работали все лето, купили себе Минск на двоих, и Минск спорт такой был, и это была, конечно, первая мечта наша, ну, потом пошли там, дальше мотоциклы, а как-то мы потом ехали, как-то из Москвы с братом, на Явах, помню, ехали, ну, а почему будут кругосветку не совершить, что-то так отдыхали, думаю, давай кругосветку отправить. Так вы сделали кругосветное путешествие на мотоциклах? Мы поехали на Уралах, мы поехали на Уралах. А так начинали мы тоже так вот, через Черное море мы переплыли в Турцию, а с Турцией мы своим ходом на Уралах поехали в Сирию, это был 2003 год. В Иорданию, потом Египет, и потом Судан, и Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия, и так вот поехали, и добрались до Южной Африки, тоже на Уралах. Потом, сейчас второй этап, это уже Северная Америка, Южная Америка, потом Австралия. Сколько путешествий вокруг Земли заняло вас времени? Ну, два года где-то растянулось так на два года, потому что мы не все время были в пути, мы иногда все-таки делали там визы, возвращаясь домой к семьям, так-то, и поэтому растянулось на два года. Поиск денег был такой, понятно. Скажи, пожалуйста, а какие опасности на пути встречались? Было что-то такое, что бы угрожало вашей жизни, прям реально? Вот, слава богу, да, не было ни одной драки такой, прям, чтобы там где-то нам что-то случилось, там потасовка такая. На Уралах в Эфиопии пугали Судан, война была с Южным Суданом, в Судане тоже было неспокойно, и посольство нас так особо не пугало, но поддержали нас немного. Ну, так все время, они же сидят тут в замкнутом пространстве, а тут появляются такие шальные, откуда-то, с такими руками, с глазами все заболевали, и, конечно, они начинают, ну, надо как-то их предупредить, что туда не едет, там военные действия, там, и поэтому все время нас, и вообще потом были другие экспедиции в Африку, на Ижах, 2007-2008, по Африке в Судане, вообще как попали в Судан, на Ижах, тоже посольские говорят, вы в Дарфур не едете, а в Дарфуре были военные действия, в Дарфуре идет война, мы говорим, ну, раз война идет, что нам делать тогда, в Южном Судане тоже война идет, и в Кении тут завязалась какая-то тоже какие-то междоусобицы, и они говорят, ну, сидите, ждите, что-то будем решать давайте, ну, куда там, никуда не дернешься, ждали, ждали, две недели проходит, а там Бухраин-Шалла, значит, завтра себе Бог даст, и у них все время, Бухраин-Шалла, Бухраин-Шалла, мы думаем, ну, если две недели прошло, ничего не сделалось, едем в Эфиопию, через Кениг мы прорывался, и так поехали, ну, не дальше, в 2007 году, в 2008 году. Скажи, вот ты сейчас живешь в Уральске, ты побывал во всяких разных странах, в Австралии, в Африке и в Америке, а никогда не посещала тебя мысль остаться где-то, там, может быть, там лучше жить, чем в Уральске, почему ты здесь? Ну, потому что жизнь очень быстротечна, если начинать ее тратить на поиск какой-то земли, лучше, лучше в этом мире ничего, ну, можно потерять просто жизнь, время, когда отпущенное на работу, поэтому здесь очень работает хорошо, пишется хорошо, рисуется хорошо, роднее степеют, я думаю, что роднее меня ничего уже не станет. В общем, Уральск, это твоя родина, ты патриот именно Уральска. Я, можно сказать, я не бью себя в грудь, да, но просто такой тихо так живу очень, и просто здесь хорошо работает, смотрю, ну, и друзья все здесь, и, ну, добра добра ничь, есть такие вот слова. Скажи, а вот дальнейшие творческие планы какие у тебя? Планов очень много, и я все время в нашу, у меня фабрика, у меня голова кипит, в наши планы, во-первых, традиционные поселения Африки, традиционные хижины Африки, вся архитектура африканская меня привлекает, она очень интересна. Вообще, архитектура всего мира меня привлекает, но африканская особо, потому что, ну, потому что нельзя распыляться, я могу, конечно, на мировую архитектуру распылить, но мне до конца дней не хватит отпущенного времени, поэтому сколько тут есть, хотя бы позволяю, там, немножко там делаю, создаю диорамы. Так, конечно, планов много очень, рисунков, ну, сюжетов очень много, около тысячи, вообще-то идеи, идей очень много, но времени нет на это. В перспективе издать книгу о пустынных пеших похождениях наших с братом, и поэтому хотелось бы издать после каждого путешествия, да, более-менее серьезно, выходил литературный труд, ну, вот, что вот есть, какие-то книги, вот, в руках я вижу. Ну, допустим, когда мы вот пришли в Тасманию, да, на ладье Русич, мы дошли туда, ну, самим ходом, одна мачта, такое судно, напоминает дракар викингов, но есть видео, есть фото, и я вот почувствовал этот запах, эвкалиптов, вот, с берега, представляете, приходишь с залива, басовый залив, там, там, штормовой, такой, путь, все-таки, был такой непростой, и вот этот запах эвкалиптов, там, познакомились с русскими, с русской диаспорой, строили храм, помогли там батюшки, подружились, и у них там свой уклад жизни, такая, своя модель существования такая интересная и хорошая, такая, добрая, у них там ферма была в диких лесах, и мы строили храм именно в лесу, и там, конечно, меня, ёкнуло в сердце, да, думаю, вот, здесь бы я, жил бы, тихо, тишина такая, там, кенгуру убегают, рыба там плещется, форель в горной речке, там, рядом океан, ну, думаю, ну, вот, все, как вот в детстве, все, вся романтика, как в детстве, все это в книгах, и здесь все, ну, думаю, ну, прям, жил бы здесь, конечно. Скажи, а вот, говорят, что удар задней лапы кенгуру смертелен, они вообще как там? Вообще, на континенте, да, там, большие, большие кенгуру, они соус человека, да, конечно, они опасные есть, но надо подойти на это, близко. Александр, я думаю, все зрители нашего канала желают тебе творческих успехов, новых путешествий, и, самое главное, новых картин, пускай все у тебя в жизни сбудется так, как ты думаешь, о чем мечтаешь. Удачи тебе во всем.